Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Война публикации о Западной Армении в Википедии. Президент Республики Арцах ознакомился с подготовительными работами по проведению чемпионата Конифа. Территория заказников в Джавахете увеличится на треть. Дамаск назвал цель информационных взбросов в химик-атаки в Сирии. К 2020 году работы по реконструкции Тбилисского Арненского театра будут завершены. В Софии читателям представлен русский перевод книги «Скорбных песнопений на Рэкации». В течение нескольких дней на странице Армения «Оксиденталь» на французском языке была начата война публикаций, созданная участником с псевдонимом Р.С. Вартанян. Вартанян. Армян присоединился к другим силам, чтобы дискредитировать Национальный совет Западной Армении и, следовательно, текущую политическую ситуацию с Западной Арменией, таким образом распространяя поддельные новости в Википедии. Армяне Западной Армении, потомки оставшихся в живых после геноцида, не закончили свою борьбу против этих фальсификаторов и реветионистов, которые все еще продолжают свою разрушительную миссию. Это война, которая началась сегодня с целью нарушения истории и прав армян Западной Армении. Будет не только в центре нашего внимания и специальных служб, но также будет обсуждаться на наших заседаниях Национального собрания. Президент Республики Арцах Бакосаакян 24 мая посетил Центральный стадион Степанакерта и ознакомился с подготовительными работами по проведению Чемпионата Европы под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций Конефа. Как сообщили Армен Пресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бакосаакян подчеркнул важность проведения первенства на высоком уровне, дав конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работы. Правительство Грузии инициировало в парламенте законопроект, который подразумевает расширение охраняемых государством территорий в крае Джавахети на юге страны на 31%. Как передает Армен Пресс, об этом говорится в сообщении на странице Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в соцсети Facebook. Охраняемые территории Джавахети охватывают территории районов Ахалкиалаки и Нинацминда. Сегодня площадь этих территорий более 16 тысяч гектаров. Планируется их увеличение на 5 тысяч гектаров. В будущем министерство планирует увеличить разновидности рыб в озерах Джавахети, в том числе таких рыб, которые встречались там в прошлом. МИД Сирии заявил, что сфабрикованные сообщения о якобы применимом сирийским военными химическом оружии призваны замедлить продвижение армии в боях с террористами. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение. В Министерстве иностранных дел Сирии назвали сообщения о химатаке несоответствующими действительности и сфабрикованными. Сотрудники министерства считают, что эти обвинения будут использованы, чтобы угрожать сирийскому народу и государству. Это не что иное, как повторная отчаянная попытка ряда западных стран, подчиняющихся своему господину США, облегчить давление на слуг террористов в Идлибе. И это жалкая явная попытка отсрочить продвижение армии в этих районах, сообщили в дипломатическом ведомстве. МИД Сирии подчеркнул, что это не помешает армии продолжать войну с терроризмом. Проходят работы по строительству и реконструкции Тбилисского государственного драматического театра имени Петроса Адамяна. С работами ознакомились мэр Тбилиси Каха Каладзе, руководитель фонда Карту Николас Чхэтиани, сообщает Грузия онлайн. К этому времени старое здание уже полностью демонтировано и завершен нулевой цикл. Также сделан дренаж по всему периметру здания. Согласно проекту, здание театра разделено на две части – сцена и зал. К этому времени в обеих частях возводят железобетонный каркас. Новое здание рассчитано на 607 зрителей. Прогнозируемая стоимость проекта составляет 18 миллионов лари. Строительство завершится к концу 2020 года. Следует также отметить, что Тбилисский государственный армянский драматический театр имени Петроса Адамяна является единственным армянским гостеатром вне Армении в мире. Театр был основан в 1856 году усилиями грузино-армянской общины. В 1910-х годах актерами сцены были Асмек Алиханян, Петрос Адамян, Гулазян, Канарик, Манвелян, Арусовос Канян и Ваграм Папазян. При поддержке и финансировании посольства Армении в Болгарии в Национальной библиотеке Софии состоялась презентация русского перевода поэмы «Книга скорбных песнопений» великого армянского писателя и философа Средневековья Грикора Нарекатси. В ходе мероприятия были прочитаны отрывки из поэмы «Книга скорбных песнопений». Прозвучала армянская духовная музыка, в том числе произведение Коми Тасса в исполнении певицы Марии Басмаджан и скрипача Нарине Вартанян. На мероприятии, в котором приняли активное участие посол Армен Саркисян и сотрудники посольства, присутствовали аккредитованные в Софии послы, дипломаты, деятели искусства и литературоведы, представители армянской общины. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Айшенур Кулинар. Айшенур Кулинар Айшенур Кулинар Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!